Библейский портал экзегет.ру представляет и традиции делятся на два. Но у нас всё своё, а номера псалмов, они, в общем, мало на что влияют. Какая разница, какой номер. Псалом имеет подзаголовок «Начальник ухора сложен и Давидом». Вот это редкий случай, когда не просто псалом Давида, а сложен и Давидом. Вот он указан как автор, что, возможно, подразумевает, что псалом Давидов по-еврейскому измор «Ле Давид» – это не авторство, а это давидический Давидов псалом, то есть в его традиции. Или, может быть, вот как мог бы Давид воспитать. Но этот вот написано, что сам Давид сочинил. И он довольно краткий. Может быть, как раз сначала появился он, а потом предыдущий девятый, как размышление, более развернутое поэтическое размышление. Вот мне кажется, это разумная теория. То есть, что в псалтире мы видим не просто такую книгу, царь Давид приходил каждый день, садился за письменный свой стол и писал по псалму. И получилась книга «Псалтирь». Ну, вряд ли это так было. А какие-то псалмы сочинил Давид, может быть, их передавали из уст в уста, даже не записывали. Потом пришли другие люди, они размышляя над этим, подражая. В древности очень часто это происходило. Даже трудно бывает отделить. Там в греческой литературе был поэт Анакрионт, и есть Анакрионтика. Это вещи, которые Анакрионт вряд ли написал, скорее всего, нет, но которые в его духе, в размышлениях о нём, в подражании ему. Вот похоже, что псалтирь примерно так складывалось. И, может быть, действительно, десятый был изначальным, а девятый он немножко другой. Итак, представим себе Давида в какой-то момент его жизни. «Защита моя, Господь! А вы говорите мне, улетай в горы, словно птица. Натянули злодей лук, приложили стрелу к тетиве, чтобы чистых сердцем во тьме погубить. Всё разрушено до основания. Что же праведник может сделать? Господь во храме своём святом, на небе его престол, смотрит очи его на людей, его взор испытует их. Разбирает Господь, кто прав, кто виновен, и ненавидит тех, кто любит насилие. На злодеев оброшит он дождь, горячие угли и сиры, вихрь огненный, вот их участь. Праведен Господь. Он любит справедливость и честно видит лицо его». Я почему ещё думаю, что этот псалом действительно написан Давидом? Он простоват. Вот предыдущий девятый очень сложный, развернутый поэтически, но он вторичен. А вот этот вот, это действительно такой вопль человека. Давид ещё совсем молодой парень, когда ему приходится бежать от царя Саула, и он говорит, «Защита моя, Господь!» «Вы говорите мне, улетай в горы, словно птица. Вы меня отправляете в изгнание, вы думаете, если я там спрячусь где-то, пересижу, там что-нибудь перетерплю, то всё будет хорошо. Господь моя защита! Всё, отстаньте!» «Натянули злодея лук, приложили стрелу к сетиве, чтобы чистых сердцем во сне погубить. Всё разрушено до основания. Что же праведник может сделать?» Как часто, вот как часто я слышу эти слова про нашу жизнь, про разные ситуации, в которые мы оказываемся. «От нас ничего не зависит. Всё без нас договорено, всё куплено, всё сделают без нас. Что же праведник может сделать? Мы хорошие люди, мы всё понимаем, мы всем узнаем цену, но от нас же ничего не зависит». Давид говорит, «Нет, неправда. От нас зависит одно. Обратиться к тому, кто во храме своём святом, на небе его престол, смотрит очи его на людей, его взор испытывает их, разбирает Господь, кто прав, кто виновен, и ненавидит тех, кто любит, насилие». Вот и всё. Да, у праведника нет в руках супероружия. У праведника нет многомиллионной армии, которая придёт и наведёт порядок. Волшебные палочки, ещё каких-нибудь средств установить свою такую вот версию порядка на земле. У него есть Господь, который смотрит на его дела, и который однажды вознаградит за праведность и накажет за грех. Обрушит на злодеев дождь горящих углей и сиры. А почему это, собственно говоря? Праведен Господь, он любит справедливость и честно увидит лицо его. Даже не сказано, честный получит награду, там будет править, будет богат, успешен, увидит лицо его. То есть, он встретится с Богом, у него будет какая-то встреча. Вот этот маленький-маленький псалом, но кажется, в нём, в таком очень наивном, немножко простом виде, сказаны многие вещи, которые потом в других псалмах будут развернуты. И вот одиннадцатый псалом, он очень похож на десятый, но он такой более медитативный, обращает внимание на дурные стороны вот этой жизни вокруг нас. Продолжение следует...